Всем привет! Какие дела? Мы приехали в Бангкок для того, чтобы снять пару роликов специально для вас. Сегодняшний ролик у нас будет посвящен трем основным и самым популярным торговым центрам Бангкока. Начнем мы с Central World, который находится практически в самом сердце. BTS-станция Сиам или Четлом. Там идти и оттуда, и оттуда 200 метров. Поэтому, если все готовы, а вы всегда готовы, начинаем! Мы сначала поднялись на седьмой этаж, потому что здесь есть огромный магазин с продуктами. Мы забежали сюда для того, чтобы купить батарейки. Сейчас находимся в фудхолле. Это фудкорт, где есть разная еда. Как правило, здесь недорогая. Но также здесь на этом этаже огромное количество ресторанов. Мы сейчас пойдем гулять туда. Но начнем знакомиться с Central World, с кинотеатра, который здесь вот рядышком расположен. Здесь в основном тайская еда. Цены вон есть и какие-то сухари продают по 10-20 бат. Есть блюда по 100. Ну, как бы вполне адекватный ценник. Такой же, как в любом торговом центре, как в том же терминале. Ну, или там в Central Festival. И здесь также идет, как в этом, плата, как в фестивале, как в всех торговых центрах. Через карточки подходишь, взял карточку, положил на нее деньги. Везде безналичный расчет. Здесь очень сложно рассказывать про что-то здесь. Потому что в этих торговых центрах в Бангкоксе изобилие всего. Мне кажется, здесь можно купить все, что только можно придумать. Здесь у нас, если верить официальным источникам, 21 кинозал, который в сумме могут принять 5000 человек. Я знаю, насколько это правда. Но, наверное, логично для такого гигантского торгового центра. Два-три зала, ну, это вообще ни к чему. Вот. Это вход. Вход красивый. Здесь также рядышком расположен еще и боулинг. Если постараемся, сможем сейчас найти. Мне реально интересно, сколько здесь площадь. Мне кажется, 1070 квадратных метров точно есть. Ну, если говорить о всем торговом центре. Потому что он просто гигантский. Билеты здесь от 110 до 300 бат на обычные сеансы. Но если это всякие вип-места, то есть билеты и по 700, и по 1500. Идем дальше изучать это творение. Смотри, какие рестораны красивые. Какие декорации здесь клевые. Зелень. Вот пошел огромный ряд с ресторанами. Ну, здесь такие уже хорошие цены. Там 300-500 бат. Ну, минимум. За блюдо. Многие рестораны идут как буфет. То есть, приходишь условно, там платишь 800-900 бат на человека. И у тебя там безлимитная еда. Есть японская кухня, мексиканская, любая вообще. Все кухни мира здесь собраны. Не удивляйтесь, если сейчас где-то за поворотом будет какая-нибудь чебуречная там уашотика. А что, вполне реально. Смотри, как здорово. Все тебе улыбаются. С кем бы ты с гадом не пересекся, люди здороваются. Кайф. Просто кайф. Решили мы спускаться вниз и рассказывать вам, что находится на каждом этаже. Все, сейчас седьмой построили. В общем, здесь рестораны, продуктовый магазин, выход на кинотеатр. И еще магазин постельного белья. Но мы тут даже не заходили. Что там? Постельное белье не видели. Спускаемся на шестой этаж. Опять одни рестораны. Опять все в ресторанах. Опять все в больших каких-то красивых заведениях. В основном пока что все, что вижу, это тайская и азиатская кухня. Хотя вон напротив и фастфуды, есть и макдональдс. За рекламу мне платить не хотят, а я их тут называю. Вот. И KFC старичок здесь продает курочку. Тут уже что-то такое более европейское. Так, мои золотые. Подводим итог шестого этажа. Здесь у нас опять все в ресторанах. В других. Но все равно очень много ресторанов. И много детских товаров. Находится это все вот прям под фудворлдом, где мы только что были, седьмой этаж. Кинотеатр прям над головой. А вот здесь идет огромный магазин, детские товары, лего, конструкторы. Дальше вон тоже все идут какие-то детские магазины. Короче, для малышей все. И здесь же на шестом этаже, вот прям следом за магазинами, идет вот такой Киди Ленд. Я вижу там очень много детей. Детские какие-то горки, игрушки, аттракционы, прочее. Смотрю, там тайки нянчатся с детьми. Ну, в общем, сюда можно прийти и ребенка оставить на какое-то время. The next station is 5 этаж. Давайте смотреть, что тут нам тайцы подготовили. Тут какие-то аксессуары, мебель, дизайн. Как я? Телепортировался. Там, в общем, все в дизайне и во всяких декорах, матрасах, диванах. Красиво все выглядит. Смотрим далее. Офигенно пахнет здесь. Вот мы прошли, там была такая большая площадь с этими, с мебелью. А сейчас идем здесь словно красоты. Массаж, маникюр, какие-то косметологические услуги. Но пахнет просто вкусно. Не передать словами, как здесь вкусно пахнет. Видя название Blackstar. Ребята до сюда добрались. Шутка. Это просто название фирмы. Здесь, кстати, несколько магазинов мы уже прошли с музыкальной всякой аппаратурой. С акустикой, с аудиосистемами. И вот есть музыкальные инструменты. В общем, пятый этаж у нас тут оказалась музыкальная всякая аппаратура, музыкальные инструменты, мебель, дизайн, салоны красоты. И вот здесь еще был огромный пятак с одеждой. Там очень много кожаных всяких курток висело. Ну что, шмотки, да и шмотки. Огромная очень территория. Мы даже туда не пошли. Сейчас мы на четвертом. Есть прикольные стойки, где продаются компьютеры. Какая-то фирма. Я просто особо не разбираюсь. Выглядит очень эффектно. Я так понимаю, вообще весь этот этаж отведен на электротехнике. Фотоаппараты, видео, компакт-диски, сотовые операторы. В общем, все, что связано с электроникой пока что здесь. Все, на четвертом этаже погуляли. Здесь в основном фото, видео, техника, телефоны, различные электронные гаджеты. В общем, все, что связано с электроникой. Ну и какие-то там сумки, чемоданы, походные, всякие вещи продают. Не стал меня друг мой подбирать. Ладно, пусть едет. Третий этаж. Уже похоже на торговый центр. Вижу похожие буквы, похожие названия. Те, которые мне знакомы. Вот типа как вот этот. Оп! Пошли погуляем. Вообще традиционно август считается самым благоприятным месяцем в Тае для шопинга. Потому что именно в августе, как правило, во всех торговых центрах идут финальные распродажи. Скидки идут там где 30, где 20, где и до 80% доходит. Ну, например, в Паттайе это было в первые две недели августа. А здесь не знаю. Сейчас посмотрим, увидим. Ну, какая-то дама здесь голову уже потеряла от цен. И что, резюмируем. Третий этаж в основном спортивная одежда. Все мировые спортивные бренды находятся здесь. Двигаемся дальше. Второй этаж. Пока что ничего не нашли, что нам приглянулось. Но глаза 100% разбегаются. Я думаю, здесь любая девочка, любая женщина просто сойдет с ума. Ну что, второй этаж уже знакомые магазины, знакомые буквы. И известные всем бренды. Ну, здесь уже идет просто одежда для повседневной жизни. Еще где-то местами проклевываются рестораны. Ну, естественно, арома-бутики. Они здесь в Таиланде, на каждом шагу, как 7-Eleven. Так, ну, второй этаж тоже прошли, с горем пополам. Время уже... Мы уже 2 часа здесь гуляем. Время пролетает незаметно. Идем на первый этаж. Ну что, по первому этажу прошли. Здесь все мировые бренды у нас. Двигаемся дальше. У нас рядышком находится торговый центр. Прямо здесь, в пешей доступности. Который называется Сиампарагон. Попробуем дойти прям пешком. Прямо перед торговым центром, где центральный вход. Идет большая площадь. А гигантская по своим размерам. Здесь люди собираются, отмечают Новый год. За спиной моего оператора. Привет, ребята. За спиной моего оператора находится Big C. Огромный магазин. Здесь какой-то вон си-фуд-маркет под открытым небом. Здорово. За что обожаю Таиланд и особенно Бангкок. То, что здесь все прям в перемешку. Мы вроде вышли из суперсовременного торгового центра. Вышел. А здесь как в Паттай на улице. Уличная еда, шашлычки и прочие явства. Фрукты. Город контрастов. Видишь, все какие веселые. Страна улыбок. Ну что, мы начали сием-парагона с первого этажа. Здесь гигантский фудпорт. Мы решили перекусить, прежде чем двигаться дальше. Я более того, захотел еще взять свой сок. Но пока я ходил, наш оператор успел поесть, попить, съездить домой в Екатеринбург и вернуться. Короче, я потерялся, потому что здесь огромное количество людей. Бесконечное множество каких-то магазинов, кафе, ресторанов, маленьких, больших. Разная кухня, разные бюджеты. На любой вкус и свежесть можно покушать. За моей спиной, вон, эскалатор вниз, это вход в очень большой океанариум, который называется Sea Alive. Он находится прямо здесь, в торговом центре, в самом низу. Вход, когда я там был один год назад, вход стоил 990 бат для иностранцев, 490 бат для тайцев. Но я тоже платил 490 бат, потому что у меня есть тайские водительские права. Поэтому, если у вас есть долгосрочная виза, либо какой-то тайский документ, вы проходите, как все тайцы, функциональные. В сегодняшний день цены такие же, цены не меняются. В общем, смотрите, что у нас здесь на первом этаже. И давайте с этого муравейника лучше поднимемся кой-то наверх. На первом этаже, учитывая, что он самый проходной, здесь находятся самые известные, самые дорогие мировые бренды. Все буквы знакомы большинству наших зрителей. Здесь так называемый Hall of Fame, ну то есть зал славы. Здесь сосредоточена именно вся роскошь, которую можно купить себе в Таиланде. Но больше всего мне здесь нравится парковка, которая находится прямо рядышком на этом этаже. Там VIP паркинг. Я с удовольствием сейчас туда хочу заглянуть, просто показать вам, что за машины стоят здесь. Это не автосалон, это просто парковка в торговом центре. Ребята, если кто машину хочет купить, пишите. Дайте потом только разок прокатиться. Вот McLaren стоит, стоит 30 миллионов бат. Это у нас 1900 где-то в долларах. Следом вон стоит Rolls-Royce за каких-то 23. И вон там вообще ни о чем на Астон Мартин 9 миллионов. Но это так, мусор выносить только, из кондика выезжать. В общем, на этом этаже можно потратить не один миллион бат на вещи. Даже если здесь будут скидки по 50%. Торговый центр этот был открыт в декабре 2005 года. На его постройку ушло, по официальным источникам, 15 миллиардов бат. Это, грубо говоря, 32 миллиарда рублей где-то в долларах, сами считаете. Вот. Здесь более 250 бутиков. Несколько этажей. Просто гигантский по размерам торговый центр. Что можно сказать? Сиам Парагон, на мой взгляд, сделан более удачно. Он более такой весь вылизанный, чистый, опрятный. При условии, что мы, кстати, уже не находимся на люксовом этаже. Здесь уже пошли те же самые магазины, что и в Централе. Он такой более... Ну, простите за жаргоны, но он такой понтовый. Здесь все так пафосно, все очень красиво. А Централ, он все-таки попроще. То есть без разницы, там, это Централ Пхукет, или это Централ Фестиваль в Паттайе, или это Централ Ворлд. Все Централы немного похожи. Сиам отличается. Он такой прям элитный. Прошли половину этажа. Все вперемешку. То есть если в Централе каждый этаж был как-то структурирован, отдельно вещи, отдельно техника, отдельно еще что-то, гаджеты, то здесь все подряд. Вот мы прошлись, была и оптика, и аксессуары, одежда, чемоданы, телефоны, телевизоры, музыкальные инструменты. Короче, вот все вот так вот. Но, тем не менее, сделано все очень красиво. Мы поднялись этаж повыше. Опять вижу машины. Пошли машины посмотрим. Поднялись мы на этаж выше. А здесь опять стоит Макларен. И опять напротив него Роллс-Ройс. Знаешь, в правилах мерчендайзинга, у нас еще, я в России когда в компании работал, нас учили, что для того, чтобы ваш продукт продавался, он должен стоять в трех местах. Часто делают палетные выкладки, там соки продают, там в разных местах ставят в супермаркете. Что, типа, первый раз увидел, второй раз, когда увидел, захотел, третий раз, когда увидел этот продукт, купил. Что здесь логика? Мы сейчас поднимемся, еще на один этаж вышит. Там опять будет стоять Макларен. Я говорю, все, забираю, пацаны. Поехали. Вот у нас здесь стоит BMW. Очень люблю эти машинки. 320 дизель новая, 2,700 в батах. В рубли 5,500. Очень дорого. Ну, на российские мерки. Так, ну что, мы проехались по этажу. Люди на меня смотрят, которые спускаются по эскалатору, думают, что я сумасшедший, сам с собой разговариваю. Ну, ладно. В общем, что, здесь тоже было много машин, разные, очень много одежды. Но, опять же, все вперемешку. И детские конструкторы, еще что-то. Я вот сейчас так подумал, 15 миллиардов за торговый центр. При его масштабах и при его локации, то, что он расположен в самом центре Бангкока, на улице Сухумвит, это самое, наверное, популярное, самое крутое место. И за такой гигантский торговый центр, 15 миллиардов, мне кажется, это вообще подарок. Мне кажется, в России такое бы строили, ярдов за 100, за 120. Ну, в общем, по парагону у нас все. Потрясающее место. Все очень люксово, очень красиво выглядит. Сейчас будем добираться с вами до нового торгового центра, в котором я, кстати, сам еще ни разу не был. И он называется Icon Siam. В общем, мы сейчас находимся на станции Siam, на станции BTS. Нам нужно добраться до станции Сапан-Токсин. И там мы будем пересаживаться с вами на корабль. Можно купить билеты вот здесь, в этих автоматах. Мелочь закидываешь, там все, на самом деле, примитивно и просто. Но у меня нет мелочей, мы будем покупать сейчас билеты в кассе. Сапан-Токсин, Токарсин. 74 бата на двоих. По 37 бат на каждого. Кабом. Дают нам вот такие карточки. Поехали. Как спустились вниз, здесь есть станция лодочная, откуда ходят туристические и транспортные паромы. Мы спустились, сказали, что едем в торговый центр Icon Siam. И нас сказали, проходите сюда, здесь отдельный паром, который бесплатно вносит людей. И дают еще какие-то вот рекламные всякие ваучеры со скидками, еще с чем-то. Ну, в общем, транспорт, трансфер по реке до торгового центра бесплатный. Вот сейчас стоим, ждем лодку. Ждем уже, наверное, минут, минут пять. Сказали, что каждые 15-20 минут ходят в зависимости от загруженности. Все, мы сели на лодку. Речка эта называется Чаукрая. Вообще, дома, которые расположены на ней, считаются, наверное, над ними из самых престижных в Бангкоке. Здесь стоят очень дорогие отели, нереально дорогие кондоминиумы. Но при всем при этом, то есть, по факту, дом стоит прямо у реки. А по факту, в этой реке внизу может быть какая-нибудь тайка, которая стирает вещи или там дети плавают в этой грязной речке. Но, тем не менее, здесь расположены просто шикарные апартаменты, шикарная недвижимость. Наша последняя остановка на сегодня – Айкон Сиам. Самый новый огромный торговый центр в Бангкоке. Он открылся 19 ноября 2018 года, чуть менее года назад. Его окрестили в кавычках «матерью всех торговых центров» в Таиланде, потому что он просто гигантский вместе с вот этими башнями, которые за ним расположены. Это бизнес-центр, где офисы, огромные конференц-румы. Площадь здесь составила 80 тысяч квадратных метров. Все-таки тайцы вообще молодцы. Построили просто шикарный торговый центр. Посмотрите, какие здесь декорации, как все выглядит. Дизайн просто потрясающий. Мы зашли, нас встретили очень крутые бренды мировые. Здесь очень много кафе, но идем сейчас внутрь, посмотрим, что там дальше. На первом этаже очень много всякой стрипни тайской продается, традиционной. Прям чувствуется, что ты находишься в Бангкоке. Особенно все вот эти декорации с деревьями и водой. На первом этаже находится как будто рынок тайский. Здесь продается тайская традиционная еда. Сумтам, томям и все эти дела. И это все расположено в шикарном торговом комплексе, но сделано так, как будто ты находишься на улицах старого Бангкока. Просто потрясающе. Поражает мое представление, фантазия дизайнеров. Как они смогли это все воплотить? Это выглядит нереальный эффект. Как будто это прямо из фильмов картинка. Редактор субтитров А.Семкин Масштабы здесь неплохие. По крайней мере, H&M в три этажа я ни разу не видел. В два, да, но не в три. Он просто гигантский. Я вообще не любитель ходить по магазинам. Единственные магазины, которые мне нравится посещать, это продуктовые. Потому что я представляю, что я потом это все буду есть. Самое любимое в торговых центрах – это посидеть где-нибудь. Вот так вот, если стульчик есть, все, жить можно. Масштабы, конечно, здесь просто поражают. Они огромные. Магазинов очень много. И каждый просто гигантский по площади. Вы только посмотрите. Ну, что здесь сказать можно? Первые три этажа ушли для магазинов. Бесконечное множество бутиков различных. По разным ценам. И люксовые бренды. И попроще. С четвертого этажа идет Icon Active. Здесь продается в основном спортивная одежда. Чуть выше идет Icon i-Tech. Там у нас продаются гаджеты, электротехника, товары. Связаны с этим. И чуть выше идет какой-то Icon Women's Club. Женский клаб. Не знаю. Наверное, какая-то детская зона. Пойдемте лучше туда поднимемся. Потому что от бесконечного количества бутиков, магазинов у меня уже немного в голове дурно стало. В общем, на этаже, который называется Women's Club, все для женщин. Салоны красоты, косметология. Банки, правда, есть. Ну, конечно, там, где женщина, там и банки. И просто вот везде все наставлено. Распродажи, распродажи. Сумки, платья, аксессуары, косметика. В общем, все, что... Все, что падки женщины, все здесь есть. И в таком количестве, что любой мужчина сойдет здесь с ума. Я почти уже сошел за весь день. А мы, слава богу, устойчивы ко всем этим покупочкам. Поэтому мы по-быстренькому прогулялись. Я думаю, что если я бы приехал сюда с девушкой, вы бы меня бы уже не увидели. Я скажу так, то, что ICON-SEAM из всех торговых центров, которые я видел, и не про сегодняшний вообще, в принципе, который я видел в жизни, самый необычный. Люди, которые здесь сделали дизайн, которые все это делали, создавали, просто гениальные. Посмотрите, как все здорово. Как они до этого додумались? Это выглядит нереально эффектно. Ну, на сегодня будем уже прощаться. Мы погуляли по торговым центрам. Ощущение, что я стер просто все ноги до колен. Скажем так, если резюмировать. Магазинов здесь огромное множество. Мест, где потратить деньги на одежду, аксессуары, гаджеты. В общем, все, что вашей душе угодно, включая автомобили. Это можно сделать в Бангкоке, поэтому приезжайте сюда. Опять же, повторюсь, первые две недели августа вы попадете на очень хорошие распродажи и сможете купить себе огромное количество вещей по приятным ценам. А на сегодня я с вами буду прощаться. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, дизлайки, комментировать, предлагать свои темы в комментариях, ну и вообще смотреть нас и отправлять эти видео своим друзьям и близким. Все, всем пока!